Здравствуйте! Вы смотрите календарь наиважнейших экономических событий первой половины текущей недели от компании Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. В начале недели внимание финансовых рынков привлекут следующие события. Так, в Германии выйдет отчет о состоянии сальдо баланса внешней торговли за август. Согласно прогнозу экономистов, индикатор составит 15,1 млрд евро. Отметим, что в июле активная сальдо торгового баланса Германии сильно понизилась благодаря сокращению объемов экспорта. Так, профицит баланса внешней торговли ФРГ в середине лета упал до 16,1 млрд евро с 17 млрд зафиксированных в июне. Прогноз предполагал, что данный показатель окажется на отметке в 16,5 млрд евро в июле. При этом объем экспорта уменьшился на 1,1% в июле, в то время как импорт возрос на 0,5%. Кроме того, в Соединенных Штатах обнародуют данные по индексу экономического оптимизма от IBD за сентябрь. Как показывают предварительные оценки, индикатор поднялся до 46,2 пункта в отчетном периоде. В августе индекс экономического оптимизма снизился на 2 пункта или на 4,2% до уровня в 45,1 пункта против 47,1 пункта в июле. Значение индекса ниже 50 указывают на оптимизм, ниже 50 – на пессимизм. Индекс экономического оптимизма от IBD является опережающим индикатором выходящих позднее индексов Университета Мичигана и Conference Board. Тем временем на Туманном Альбионе готовят к выходу доклад по объему промышленного производства в августе. Ожидается рост показателя на 0,2% к предыдущему месяцу и сокращение на 0,7% к предшествующему году. В июле промпроизводство в Великобритании не изменилось в месячном выражении, в то время как оно упало на 1,6% в годовом. При этом аналитики рассчитывали на помесячное увеличение на 0,2% и годовое сокращение на 1,7%. Согласно пересмотренным данным, в июне британское промпроизводство выросло на 1,3% относительно мая и на 1,4% в годовом исчислении. Это был экономический календарь от компании Инстафорекс. Всего вам хорошего!